Император Октавиан Август – это один из величайших императоров Древнего Рима. Прославленный полководец, тонкий политик и гениальный государственный деятель, он прожил насыщенную жизнь. Предлагаем вашему вниманию три реальные истории из его жизни. Однажды Августу сообщили об одном юноше в его войске, который мало того, что был геем, так еще и безудержно предавался своим порокам. Все солдаты знали об этом молодом человеке, звали его Гереней. После нескольких предупреждений Август приказал прогнать из войска сластолюбивого солдата. Узнав об этом, юноша стал умолять императора, говоря, как же мне вернуться домой, что я скажу отцу, который возложил все надежды на меня и на мою службу в армии. «Скажи», – ответил Октавиан Август, – «что я тебе не понравился». Как-то к Августу пришел один знатный римлянин, прося у него солидную сумму денег. Он аргументировал свои слова следующим образом. «Император, уже весь народ говорит о том, что ты мне пожаловал большие деньги. А ты им не верь», – воскликнул Август. Одержав сокрушительную победу над Марком Антонием, Октавиан Август с пышным триумфом въезжал в Рим как император. Его встречала огромная толпа людей, среди которых был ремесленник, держащий в руках ворону. Приблизившись к Августу, он привлек его внимание и сделал знак птицы. Ворона тут же произнесла «Приветствую императора Августа, славного победителя». Придя в восторг, Октавиан приказал заплатить умельцу большую сумму денег, чтобы выкупить говорящую ворону. Тут же неподалеку находился друг счастливчика, продавшего императору птицу. Не удержав своей зависти, он подбежал к правителю и закричал «О, великий император! У этого хитреца есть еще один ворон, который умеет кричать кое-что другое!». Август подал знак и сразу же принесли вторую птицу, которая произнесла ту же фразу, но с другим именем. «Приветствую императора Антония, славного победителя». То есть торговец подготовил двух птиц на случай победы любого из претендентов на императорскую власть в Риме. Однако Октавиан не рассердился, а только приказал разделить вырученную сумму между завистливым доносчиком и его товарищем, хитрым ремесленником. Предсмертные слова императора Августа звучали так. «Кажется, я хорошо сыграл комедию своей жизни». Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал EFOM. Спасибо!